Ну, давайте знакомиться. Меня зовут... Сейчас, секунду, я повещение не выключила. Сейчас телефон, чтобы нас не кликал. Еще раз, здравствуйте. Меня зовут Анна Морева. Я эксперт по ВАСТу, эксперт по детским комнатам. У меня есть своя студия, называется Интери Аморы. Я на данный момент амбассадор бизнес-клуба Грани. Выступаю. Вот недавно снимались в проекте для телепередачи азбука ремонта. Я, как и вы, дизайнер, ваша коллега. На данный момент я, как и вы, трачу сейчас свое время. Нахожусь онлайн и хочу, чтобы это время для нас с вами было полезным. Напишите мне, пожалуйста, из каких вы городов. Очень интересно посмотреть вообще географию сегодняшнюю нашу. Вообще в дизайне, считаю, что каждый дизайнер, наверное, должен работать с любовью. Потому что это не та профессия, в которой нужно работать за деньги. Поэтому я считаю своей миссией создавать счастливые метры и организовывать гармоничное пространство, в котором вы будете отдыхать и набираться сил для новых свершений. Вот так я говорю обычно своим клиентам. И так, в общем-то, и считаю. Наша сегодняшняя тема будет про детские. Значит, по поводу детских. Я вам расскажу про детские комнаты. И для меня эта тема важна, близка. Я сама мама. Мама троих детей. Поэтому тема детских для меня очень актуальна. Так, из каких? О, даже Сыктывкар. Сыктывкар. Здорово. Севастополь, Москва, Ставрополь. Вот это да. И Синтеки, Санкт-Петербург. Всем огромный привет. Очень приятно. И продолжая, значит, тему нашу про детские. Друзья, хочу вам рассказать, в моем понимании, идеальная детская комната. Мы сегодня с вами поговорим очень глубоко и обо всем. Я поделюсь с вами идеями, как правильно сделать так, чтобы ваш ребенок был счастлив в своей детской комнате. И наш вебинар продлится примерно час, вот до двух часов. Поэтому запланируйте это время, пожалуйста. Так, сейчас я разберусь немножечко, как листать. Значит, психологи утверждают, что грамотный интерьер детской комнаты способствует правильному развитию ребенка и становлению его как личности. Полностью с этим согласна. И первым делом, на что вообще стоит обратить внимание, это, конечно же, планировочное решение. Это очень важный этап, с чего все начинается. Часто бывает, и вы, наверное, с этим тоже сталкивались, что детская существует формально. А ребенок фактически все время проводит в гостиной. И его игрушки в гостиной, и не только в гостиной. В общем, весь этот хаос с игрушками появляется везде, по всей квартире. Почему же так происходит? Происходит так, потому что неправильно спроектировано и вообще организовано пространство у ребенка. Потому что при правильном планировочном решении ребенок находится с удовольствием в своей комнате, но, соответственно, играет и не выходит особо из своей комнаты. То есть вот это его рамки, границы, скажем так, в которых он и будет находиться с удовольствием. И вот это вот самое ключевое. При планировании пространства важно детскую комнату располагать вдали от входной группы. Вот я специально вставила план, где вот можно увидеть вход и детская комната. Это вот должна быть одна из самых удаленных мест от входа. Это все для того, чтобы вы, родители, смогли спокойно проводить время в гостиной, например, или на кухне. Могли вечерами спокойно посмотреть кино, встретиться с друзьями, не мешая ребенку спать. И это очень важно. Детская комната – это место для сна, игр, учебы и хранения вещей. И чтобы комната получилась функциональной, нужно разделять эти пространства на четыре зоны. То есть у нас образовывается зона хранения, зона для игр, зона для обучения и развития, зона для сна. Для дошкольников в приоритете – игровая зона, а для ребят постарше – учебная зона. Необходимо правильно скомпонировать, скомпоновать эти зоны, для того, чтобы детская не переехала в гостиную. И в детской комнате должно быть достаточно места для игр и развития ребенка. Рабочее место лучше всего обустроить у окна, где много естественного света. А вот зону сна по возможности стоит отодвинуть от двери, чтобы у ребенка было ощущение безопасности. Для игры лучше выделять место в центре комнаты, подстелив при этом мягкий коврик, обеспечив доступ к дневному свету. Вообще игровая зона должна быть безопасной и интересной для ребенка. Не стоит ее загромождать, это пространство какими-то объемными игрушками, что-то заставлять. Это лучше сделать вот это пространство свободным и дать ребенку место для творчества. Учебную зону лучше, чтобы ребенку было удобно заниматься. Важно подобрать правильную мебель, то есть эргономические столы и стулья. Ну и, конечно же, позаботиться об освещении. Спальное место. Чтобы организовать спальное место, правильно организованное спальное место, оно может улучшить сон ребенка. Здесь я рекомендую настоятельно обратить внимание и подобрать хороший матрас. Матрас, подушку, постельное белье. И опять же обращу внимание на правильное освещение. Про освещение чуть попозже я подробнее все расскажу. Детская комната – это вообще не статичное пространство. Это постоянно меняющееся, трансформируемое помещение. Оно меняется с течением того, как растет ваш ребенок. Вот мы можем здесь увидеть, да, вот я референс специально подобрала, что мы делаем так и проектируем так, чтобы легко, убрав маленькую кроватку и комод, мы могли здесь разместить, допустим, уже полноценную кровать, да, там уже для ребенка постарше. Планируем первоначально все так, чтобы, ну, можно сказать, комната была на вырост. Но на вырост не в том плане, что она ему сейчас большая, а в том плане, что мы легко заменяем мебель одно другим. Поэтому здесь обращаю внимание, что при выборе мебели обычно я склоняюсь к тому, чтобы мы выбирали нейтральные цвета. И мебель, та, которая нам подойдет как в 3-4-5 лет, да, некоторые, вот, допустим, вот этот стеллажик, да, там вот заменив какие-то аксессуары, этот стеллаж будет, в общем-то, актуален ребенку постарше. Также обращаю внимание на напольные покрытия. В детской считаю, что должны быть, должен быть теплый пол. Но теплый пол из естественных материалов. То есть, вот я обожаю пробковое покрытие, мне очень нравится этот материал для детских, потому что это замечательная шумоизоляция, это теплый пол, и это пол, на котором ребенку приятно находиться. Паркетная доска, да, в общем-то, тоже хороший вариант. Не очень люблю и предлагаю своим заказчикам какие-то ковролины или большие ковровые покрытия. Больше предпочитаю какие-то локальные ковровые покрытия, вот как вот здесь, опять же, показано, да. То есть, какие-то небольшие коврики, в общем-то, сейчас они по бюджету очень доступны, вообще любому, да. И можно их легко менять, ну, в общем, на самом деле, за ковровое покрытие, но именно в локальных зонах. Что касается стен, это, наверное, боль многих родителей. Ну, я сторонник того, что если у вас ребенок дошкольного возраста, я очень рекомендую красить стены краской, потому что дети растут, они пользуются фломастерами, пластилином, они постоянно будут пачкать стены. Даже если ваш ребенок не испачкает, он прям такой аккуратист, к нему обязательно придут какие-то гости, его сверстники, у которых будет огромное желание где-то там что-то черкануть фломастером. Я просто на собственном примере это проходила. У меня первый ребенок, это был вообще супераккуратист, который не порвал ни одной книжечки, все книжки в идеальном состоянии и вообще ни одной царапинки на стенах не произвел. Но были ее подружки, которые приходили и которые, в общем-то, нет-нет, да где-то свой автограф оставляли. Вторые, третьи дети, конечно, совсем не такие у нас. Ну, и, в общем-то, я уже потом поняла, это бесполезно с этим бороться. Я, во-первых, выделила им отдельную стену для творчества, так сказать. То есть вот у меня была одна стена, на которой я говорила, вот хоть обрисуйтесь. Вот делайте там все, что хотите. В общем-то, не каждые, наверное, родители на это пойдут. Поэтому я рекомендую красить стены. Потому что дальше, опять же, вам покажу. Достаточно легко декорировать такие стены, декорировать на какой-то период времени, а дальше их видоизменять. И, в общем-то, опять же, с покрашенной стены достаточно легко все стирается. Покрашенную стену можно перекрасить, да, если вдруг ребенок с возрастом захочет что-то изменить в своей комнате. Это будет значительно легче и проще, чем сделать это со стенами с обоями, на которых наклеены обои. Так. И вот я здесь разместила. Это, наверное, боль многих дизайнеров. Пожалуйста, не делайте так. Я надеюсь, что этот вебинар смотрят не только дизайнеры, но и несколько моих клиентов. Я скидывала им ссылку на этот вебинар. И здесь, наверное, больше обращения к клиентам, потому что дизайнеры, ну, мало кто на это сейчас пойдет, не нужно вот так вот разрисовывать стену, рисовать каких-то сказочных героев, любимых сказочных героев ваших детей. Потому что вкусы ребенка по мере его взросления меняются. И, в общем-то, вот эта вся картина, она... Ребенок очень устает вот от этого. Ну, то есть сегодня ему нравится, да, а завтра-послезавтра нет. Поэтому очень вас прошу, если вы делаете самостоятельно свои детские комнаты, вот так не делать. Как же выбрать подходящие цвета? Цвет влияет на эмоциональное состояние ребенка. Одни оттенки вызывают тоску у ребенка, другие, наоборот, радость, воодушевление. Поэтому важно грамотно подобрать цветовую гамму для детской. Главное правило – это не перенасыщать комнату одним цветом и не делать ее чересчур яркой. Лучше, если комната будет в спокойных пастельных тонах, с яркими какими-то акцентами на стенах, или на предметах декора, чем это будет один цвет. Потому что я видела и такие детские, где там мальчикам делают все в синих цветах или голубых, а девочкам, наоборот, все делают в розовых. Не надо. И ребенок, вот это очень сильно тоже влияет на эмоциональное состояние ребенка. Ну, чуть ниже я прям проговорю это все. Так, сейчас, секундочку, у меня что-то здесь пропало. Так, вот. Выбирая цветовые акценты, ориентируйтесь на психоэмоциональные особенности ребенка. Активные или легко возбудимые, спокойные или, наоборот, застенчивые. Вот, важно подобрать цвета так, чтобы они не мешали учебным занятиям, играм и сну ребенка. Это очень важно. И вот здесь мы с вами разберем, как же все-таки влияют некоторые цвета на эмоциональное состояние детей. Так, сейчас, секундочку. Сейчас, одну минутку. Красный цвет. Как же влияет красный цвет на ребенка? Красный цвет, он повышает частоту пульса и дыхания, а также физическую активность. Каждый красный цвет в большом количестве может вызвать агрессию и беспокойство. Однако, если мы дозированно, небольшими акцентами используем красный цвет, то он может способствовать концентрацию внимания и помочь застенчивому ребенку чувствовать себя увереннее. Поэтому красный цвет в акцентах, если вы считаете, что вот вашему ребенку необходимы такие качества, можно применить. Но, опять же, в небольшом количестве, чтобы это были какие-то акцентные пятна. Желтый цвет. Желтый цвет, он ассоциируется с солнечным светом, и вызывает радостные эмоции. Если желтого много, то ребенку тяжело заснуть. То есть он постоянно у вас такой, знаете, как батарейка энергиозер. Время 11, родители хотят спать, а он нет, еще и бегает и прыгает. Вот обратите внимание, может быть вокруг него просто много желтого, потому что желтый вот таким образом влияет. Так, а у меня звука нет. У вас звук есть? Поставьте, пожалуйста, плюсик, если есть звук, а то я тут чат посмотрела. Да, спасибо. Отлично. Благодарю вас. Так, продолжаем по поводу цветов. Синий цвет. Синий цвет, он успокаивает и хорошо подходит для легко возбудимых детей. Он снижает активность. И если с этим цветом переборщить, то он окажет очень подавляющий и угнетающий эффект. Поэтому синий цвет вам прекрасен. Но опять же, пускай это будут какие-то стены даже, но стены, на которые ребенок постоянно смотрит. То есть может это быть одна какая-то стена у изголовья кровати или какие-то акцентные, где-то синий цвет пятна. Вот прям приветствую. Но чтобы это не было так, что мальчику всю комнату сделали в синем цвете, потому что иначе ваш ребенок будет апатичный, такой весь угнетенный. То есть вот синий вообще он клевый для релакса. Синий он там снижает аппетит. Это вот здорово, опять же, на кухню туда. Но именно в детскую комнату не переборщивайте синим цветом. Вот это важно, потому что одно время очень было модно синий цвет использовать. И я видела очень много интерьеров, где прям синим всю детскую делают в синий. Нет, так лучше не делать, потому что ваш ребенок со временем действительно станет апатичный такой. Что воля, что неволя. Уж сильно вы его успокоите. Коричневый цвет. Коричневый цвет обладает успокаивающим, опять же, тоже эффектом, потому что он ассоциируется с природой. Но он такой больше успокаивающий в плане защищенности. То есть вот дети, которые отличаются тревожностью, им будет хорошо себя ощущать комфортно именно в комнате с коричневым, с бежевыми цветами. Но опять же, здесь тоже главное не переборщить. Коричневый нужно комбинировать с бежевыми и другими пастельными оттенками, иначе он будет сковывать и подавлять вашего ребенка. То есть все в меру. Зеленый. Классный цвет. Очень люблю зеленый цвет. Он считается удачным выбором для комнаты детской, потому что это цвет природы и свежести. Особенно его классно использовать нежные оттенки зеленого. Он усиливает способность к чтению, воображению, самообразованию, повышает креативность. Ну, то есть вот я прям вот за зеленый, и детская моих детей. Там присутствует зеленый, потому что у меня особенная любовь к этому цвету. А розовый цвет? Ну, в общем-то, к розовому цвету у меня две девчонки, но ни у одной из них не было розовой и детской. Хотя, не знаю, может, это у меня такое предвзятое отношение к розовому. Вообще розовый считается, да, что он вызывает восторг и другие положительные эмоции. Вот кроме того, он развивает эмпатию и чувство заботы. Поэтому комнаты с пастельно-розовыми оттенками – это классный вариант. Здесь нет ничего плохого. Но многие путают пастельно-розовый с другими розовыми. И опять же, я даже у своих подруг видела кислоту розовую у девочек в спальне, в детской комнате. И вот я это точно не приветствую. Поэтому, если вы будете использовать розовый цвет для комнаты своей принцессы, то используйте пастельный розового цвета. И опять же, тоже дозировано. То есть, пускай это будут какие-то акценты. Вот здесь, кстати, на референсе розовый пастельно-розовый цвет. Видите, это немножко по-другому смотрится, нежели, может быть, кстати, даже следующий слайд. Вот нежели слайд посередине. Вот этот средний слайд. И очень многие хотят для своих принцесс сделать вот такие вот комнаты. Поставьте плюсики, кто вот с этим сталкивался. Даже вот просто среди своих знакомых и заказчиков, у которых заходите, а у мальчика, допустим, вся комната – это какой-то космос или футбол. Вот Марианна, вижу, да, Татьяна. Ну, вот не знаю, очень часто я с этим сталкиваюсь, когда детская, принцессы, вот прям действительно принцессы, заходишь туда, а детская мальчика – это или всё усеяно футболом, или космосом, или ещё что-то. Вот не надо, вот так не надо. Потому что на самом деле, я прямо здесь даже написала, фантазии здесь больше не живут, когда вы делаете вот такие комнаты. Вы или ваш дизайнер лишаете вашего ребёнка возможности фантазировать самому. У ребёнка должен мозг научиться фантазировать. А когда вокруг него вот эти вот замки у принцессы, или у мальчика везде космос-космос, то точно, да, в 50% сначала хотят подобное. Да, да. Ну, потом объясняешь, в общем-то, ну, какие-то вот элементарные вещи просто, да, люди не знают. Ну, мы на это и есть дизайнеры, чтобы объяснять, чтобы объяснять нашим заказчикам. Ребёнок должен сам фантазировать. Мне очень нравится, когда вот говорят, лучшая игрушка – это палка. Вот правда. Потому что, вот я смотрю на своего сына, это очень часто, там, палка-выручалка, это и пистолет, и, там, я не знаю, и какая-то подпорка где-то, ещё что-то, ещё что-то. Ну, здесь играет воображение ребёнка, и это здорово, это классно. Классно, когда они сами, самостоятельно, там, что-то придумывают, делают. Это не означает, что если ваш ребёнок, допустим, ему очень нравится футбол, да, он влекается футболом, вы можете даже тот же самый постер, да, там, с футбольной его любимой командой. Такие интерьеры могут только в игровых комнатах для кратковременного пребывания. Это действительно классные эмоции у ребёнка вызывает. Один-два дня. А потом, а потом это дело привычки, а потом даже от этого устают, а потом всё это негативным образом начинает влиять на вашего ребёнка. Поэтому, да, хотите дать эмоции ребёнку, если вдруг он сейчас устал, а его фантазия не хочет работать, вот отвезите в игровую комнату, правда, подобного образа. Ну, в общем, вот такие, к таким интерьерам я говорю нет. И когда заказчик говорит мне, что я хотел бы такие интерьеры, то, в общем-то, ну, вот я и всё объясняю. Это, конечно, отчасти психология, психология цвета. Очень нравятся курсы как раз у IT, где она рассказывает, очень интересно. Вот дизайнеры очень вам рекомендую. Так, а потом он растёт, да. А потом он растёт, и он вообще смотрит и говорит, боже мой, мама, что это? А при этом вы, кстати, отдали немалые деньги за вот такой интерьер. Лучше на эти деньги действительно сделать классную детскую комнату из натуральных материалов и декором, в общем-то, помочь ребёнку реализовать и поддержать его интересы в том или другом направлении. Я рекомендую Зои Ти. Вы имеете в виду, у Зои Ти какой курс? У неё много, много курсов. Кстати, не буду врать, не помню, как называется. У неё сейчас что-то стартует, вот буквально анонсировалось в Союзе, я просто видела. Вы наверняка в Союзе находитесь, да, раз вы сюда пришли по какой-то ссылке. Зайдите, посмотрите. Вот не буду врать, если кто-то из дизайнеров знает, что сейчас вот буквально там в ближайшее время у Зои Ти, я просто не помню, как называется, но очень люблю её выступления, её лекции. Я вот всё время, когда слушаю, прям в захлёб. Мне очень она нравится, потому что она именно вот по психологии чётко, классно и без воды рассказывает, как это. Поэтому дизайнерам очень рекомендую. Какие же цвета в результате рекомендую использовать я? Ну, опять же, на основе, да, тех вообще знаний, которые я получила, в том числе и от Зои Ти. Использовать белый, бежевый, светло-голубой, серо-зелёный, то есть такие лёгкие пастельные тона. и очень многие... Сейчас, секундочку, здесь что-то пошло прям... Какого так? Про мужское и женское, по-моему. Она сегодня выступает в шесть вечера, можно спросить цвет... Цвет как оружие, да. Цвет как оружие и интерьерная колористика. Да, вот эти... Очень многие заказчики, когда я им говорил, говорю о том, что вот детскую делаем, там белый, бежевый, вот предлагаю такой колористический паспорт, да, где вот показываете цвета, очень часто сталкиваюсь с тем, что заказчики вначале говорят о том, что ну, это скучно, какой-то интерьер для детских комнат, да. Ну, а потом вот выплывают у нас эти замки для Барби и Космос. Но я всё время им говорю, что не думайте, что ваш интерьер будет скучным, потому что с ребёнком такое не может быть. Потом мы ведь можем придумать контрасты благодаря игрушкам, подушкам, постерам и другим элементам декора. Если мы делаем нейтральные стены, то, в общем-то, это настраивает ребёнка на спокойный лад. И опять же, вот прям настоятельно говорю о том, что давайте не будем убивать в наших детях ни мужское, ни женское начало, и тем более отнимать у них фантазию. Потому что вот эти вот розовые, фиолетовые цвета, они ведь ещё цвета, которые преждевременно вызывают гормональный всплеск. Ну, в общем, это на самом деле, да, наверное, больше в Зое Ти, и она там подробнее расскажет, или это тема отдельного вообще вебинара. Но я призываю и топлю за то, чтобы мы использовали пастельные тона, а дальше или мы с помощью декора, или, поверьте, ребёнок сам с помощью своих игрушек окружить себя световыми пятнами, это однозначно. Что касается стен, это, кстати, да, сюда вписался, стены краской или обои? Я уже говорила о том, что я предпочитаю краску. Особенно до школьного возраста, вот прям однозначно краска. Плюс ко всему здесь можно и какие-то классные вещи сделать. Вот я подборочку здесь делала. Когда у вас ребёнок прям совсем маленький, да, там до трёх лет, то краской и даже самостоятельно можно вот сделать всякие такие штучки, да, вот интересные, вот как на первом слайде, о, не слайде, а фотографии. Вот здорово, мне понравился очень такой заяц, да, который нарисовали. Также можно какие-то наклейки, использовать вот эти крестики, да, на одной из стен, это наклейки. И всё это очень просто и легко демонтировать. То есть не нужно переделать. Ваш ребёнок немножко подрос, да, ему это всё надоело, и вам не нужно заново делать ремонт в квартире, в детской комнате. Вы там потратили, я не знаю, час, ну, два часа времени, всё это сняли, и вот, а-ля оп, у вас уже обновлённый интерьер, можно сказать. Также последнее время я полюбила обивку стен детской, мягкую обивку детской, потому что у меня у ребёнка были наклейки, он их и сам перемещал, куда хотел. Да, да, да. Вообще дети очень любят трансформировать своё пространство. Очень любят. Я вначале думала, что это мой такой позыв, знаете, постоянно там, я не знаю, раз в месяц, два раза в месяц менять что-то в детской. Это вот, ну, даже там, я не знаю, я по фотографии иногда смотрю и удивляюсь, только ом, ещё месяц, у нас, оказывается, было всё по-другому. А потом в какой-то момент я заработалась и забыла, скажем так, изменить что-то в своей детской. Дети сами начали, да, дети сами начали переставлять, что-то менять, просить там, докупить какую-то штучку там или сами что-то делали. Дети, вот с чего я начала, что детская не может быть статичной. Она постоянно трансформируется, постоянно видоизменяется и не только с возрастом ребёнка, но и даже вот, казалось бы, да, там в один период детей, дети всё время, ведь каждый день дети наши растут. И у них вот, да, существует такая потребность к изменению. Очень полюбила в последнее время мягкую обивку стен детской. Можно прям закреативить какие-то вещи прикольные. Ну и опять же, когда стены мы красим, да, иной раз порой там на них облокачиваться, ну, в общем-то, не очень приятно ребёнку, прохладно, скажем прямо. Вот, поэтому в какие-то там, вот здесь вот даже, да, две фотографии я показала, например, как можно использовать эту обивку стен. Так. Ещё я хотела бы обратить ваше внимание, что дети очень часто хотят, чтобы их достижения где-то висели, чтобы это было видно всем. То есть это вот их такая стена гордости, что ли. Будь то открытка на 8 марта, там, или первые рисунки, какие-то поделки, да, вот, чтобы был какой-то уголок, было какое-то место, чтобы вот это там находилось. Иначе всё равно ваш ребёнок, там, я не знаю, с крепочкой, какой-нибудь там ещё что-то, или скотчем рисунок-поделку прилепит вам на стену. Поэтому лучше отведите для этого специальный уголок. Сейчас очень много всяких разных классных штук, с помощью которых можно всё это сделать. Можно вот устроить классные какие-то полки, да, если ваш ребёнок занимается, и у него там много грамоты, кубков и так далее. То есть вот прям сделать такие стенки. Организовать вот таким образом. Яркость в детской комнате, яркость в детской комнате вам всегда хватит. Даже если у вас белые стены или стены пастельных тонов. Вот это я буду говорить всегда. Потому что вот, правда, вот закатайте вы всю комнату в белый цвет. Там будет куча дальше. Вот буквально, буквально через неделю это уже будет везде яркие, какие-нибудь пятны. Ребёнок вам их организует. Вот, да, детская комната никогда не будет монохромной, скучной, серой, потому что когда там появляется ребёнок, там появляется много разных цветных вещей. Это точно. Что касается хранения. Наверное, эту картинку многие видели. Боль всех мамочек. Поставьте плюсик, кто с этим сталкивается практически ежедневно. Да, спасибо. Поддерживать порядок в детской максимально сложно на самом деле. И во время игры любой ребёнок задействует действительно весь арсенал своих возможностей. То есть, как правило, они любят так это всё. Высыпал и здорово, классно. Ну, а убирать уже – это второй вопрос. Вообще важно, конечно, очень важно продумать систему хранения игрушек в соответствии с возрастом вашего ребёнка. То есть здесь тоже нужно понимать, какого возраста ваш ребёнок. Потому что под каждый возраст это разные системы хранения. Потому что, допустим, возраст любопытства, да, такой 3-5 лет, возраст такого прям буйного творчества ребёнка, это больше будут открытые полки, где у него всё перед глазами, где он всё это может взять, воспользоваться там, натворить. У нас игрушки сортируются, используются порционно, поэтому таких разбросанных куч не бывает. Да, я прям удивлена на самом деле. Я тоже в своё время делила игрушки, на три части делила игрушки. Две части прятала там в какой-то… Ну, не то, что прятала, просто были недоступны для детей, а одну часть оставляла, потому что, ну, очень часто игрушки надоедают, да, и поэтому это большая куча, мало. А когда порционно так выдаёшь, то, в общем-то, они забывают про те две трети, которые ты убрал от их глаз, ну, а потом меняешь. Но, тем не менее, вот эту одну треть, как правило, они хотели прям всё сразу достать. Не знаю, может, у меня, конечно, такие дети, но вот у меня было так. И у многих моих знакомых тоже так. Дети все разных, для одних вортах, для других в порядок норм. Ну, да, наверное, да. Да-да, было дело, но сейчас нет совсем времени, они находят все другие трети. Да, да. Ну, в любом случае, хранению мы уделяем очень важное внимание и смотрим обязательно на возраст ребёнка, потому что, что хорошо, какое хранение классное для трёхлетки, пятилетки, такое хранение маловероятно, что подойдёт для подростков. У него там уже немножко другие интересы, ему уже нужно больше хранить канцелярию, хранить где-то свои книжки, уделять внимание хранению какому-то творчеству, чем вот игрушкам, которыми играются на полу, скажем так. Я очень люблю высокие шкафы до потолка. Часто в проектах использую корзины, встроенные в стеллаж, какие-то выдвижные ящики. Вот опять же, если где-то использую лавку, то обязательно под эту лавку тоже запихиваем, так сказать, выдвижные ящики. Ну, то есть, всё пространство пытаемся использовать под хранение. И я за хранение, за закрытое хранение. В большей степени за закрытое хранение. Потому что иначе, если много открытых полок, создаётся вот этот вот визуальный шум, от которого очень устаёшь. Чтобы ребёнок мог сам убирать игрушки и другие вещи, разместите их в небольших контейнерах на уровне глаз ребёнка. Контейнеры должны быть удобными для детских ручек и легко выдвигаться. На каждой наклейте фотоерлы, которые показывают, что где лежит. Это правда очень удобная штука, даже для взрослых, потому что вот эти вот все выдвижные ящики, это здорово, что мы туда убрали, но было бы ещё классно рассортировать игрушки. И если ребёнок у вас ещё не умеет читать, то наклеить какую-то фотографию, это, допустим, если мальчик, там, не знаю, пистолеты, машинки, лего и так далее. Если девочка, то, соответственно, куклы там ещё, ну, в общем-то, по увлечениям ребёнка. Потому что даже сам взрослый, который первоначально всё это сделал и рассортировал, он забывает, где что находится. А там здорово, ты видишь, машинки, соответственно, даже при уборке все машинки туда. Вот, поэтому вот этот вот лайфхак, да, так скажем, с наклейками, фотоирлыками или если ваш ребёнок умеет читать, то, соответственно, прям пишите, машинки. Очень классно работает. Я, по крайней мере, так, ну, делаю для своих детей и это работает. И это работает, когда ребёнок знает, где место своей игрушки. Потому что, когда ребёнок не знает, где должна лежать эта игрушка, ну, соответственно, она будет валяться где угодно, как бы вы там ни кричали, убери игрушки и так далее. Он её куда-то в другое место переставит и посчитает, что он убрал. У меня даже полки с одеждой подписаны. Да, это классная вообще тема у меня тоже. Вот, потому что, чтобы был порядок, вот это необходимо. А для детей классно это делает, ну, срабатывает, когда мы делаем именно фотоирлыки. Ещё один совет от меня это постоянно перебирать игрушки, делать ревизию игрушек. То есть вот бесконтрольные покупки, они приводят к скоплению... Восточные педанты, ага. Ну, педанты их, конечно, сложно назвать, но, по крайней мере, стараюсь приучать их к этому. Ну, потому что, правда, трое детей, если каждая из них не будет убирать вещи на свои места, ну, вы можете представить вообще, что это постоянно будет. Так. Бесконтрольные покупки, они приводят к огромному вообще скоплению, большому количеству машинок, куколок там и остальных игрушек. Их становится настолько много, что вот как бы вы не организовывали систему хранения, вам просто не хватит этих систем хранений. Поэтому, конечно, раз в сезон, а вообще даже, наверное, раз в месяц, если у вас ребёнок прям совсем ещё маленький, здорово делать ревизию игрушек. И можно с ребёнком это делать, но скажу так, что без ребёнка получается эффективней, потому что не всегда ребёнок легко расстаётся со своими игрушками. А когда их огромное количество и родители самостоятельно проводят ревизию этих игрушек, то, в общем-то, ребёнок иной раз чаще всего даже и не замечает пропажи, скажем так. Но при этом у вас остаётся то количество игрушек, которого, ну, в общем-то, всегда хватит играть. То есть, не знаю, как вы, но я, правда, сейчас немножко подуспокоилась, но с первым ребёнком это был трэш, потому что это еженедельно скупалось огромное-огромное количество игрушек, вот прям правда. Поэтому ревизия проводилась, правда, тоже часто. Вот как раз с первым ребёнком у меня была и сортировка, и деление этих игрушек на три части. Там можно было и на 10, наверное, частей разделить, и хватило бы всё время играть. Освещение. Вообще освещение обожаю. Освещение и очень большое внимание настоятельно стараю, настоятельно рекомендую всем уделять, потому что очень часто вижу в детских комнатах вот висит люстра, ну, и максимум, что там ещё стоит, я не знаю, на рабочем столе светильник, да. И, в общем-то, всё. А на самом деле освещение, его много интересного, и освещение можно прям обыграть комнату потрясающе. В детской же комнате немаловажным это сделать освещение тёплым, мягким, рассеивающим, потому что, вот я уже говорила о том, что всегда будет там буйство красок. Вот какой бы вы пастельный не делали детскую комнату, там всегда будет буйство красок. И если вы ещё сделаете холодный оттенок освещения, не дай бог, ваш ребёнок, он будет просто, вы знаете, такой прям терминатор вечный в движении. Поэтому даже первоначально сама не очень люблю на самом деле жёлтый цвет, как я его иногда раньше называла, тёплый цвет, но тёплый свет, но в детских я всё-таки за то, чтобы основное освещение было тёплым. Рабочие зоны, да, рабочие зоны это одна из самых ярких зон, и в ней лучше всего организовать направленный холодный свет. потом хотела бы обратить ваше внимание, мне раньше казалось, что это такая прям истина, которую знают все, но оказалось, что нет, далеко не все, что когда ваш ребёнок пишет правой рукой, да, то настольная лампа должна стоять слева, а не справа. Вот не поверьте мне, вот я правда думала, что это такие вещи элементарные, которые не то, что дизайнер, но каждый вообще видит и знает, иначе он видит свою же тень от руки. Но при этом стала когда обращать внимание и смотреть на деток, когда там не прихожу в гости кому-то там или ещё что-то, прям очень распространённая тема, что вообще кофе где стоит у них лампа, стоит и стоит и здорово. Обращайте внимание, чтобы лампа вашего ребёнка, если он правша, стояла с левой стороны. Что ещё сказать? Я не знала, спасибо. Пожалуйста. Ну да, вот видите. Также, что касается спальной зоны, то там обратите внимание, что многие знают про ночник, про бра, но по поводу лампочек. Всё-таки спальная зона, там уже делайте тёплый свет всегда, неважно, читает ваш ребёнок или там ещё что-то, но вот в спальной зоне, если у вас висит бра или этот самый ночник, то, чтобы это был обязательно тёплый свет, он обеспечит вашему ребёнку комфортное чтение перед сном и также окажет лёгкий успокаивающий эффект. И здесь обратите внимание, необходимо учесть, чтобы ребёнок с лёгкостью дотягивался до выключателя ночного света, потому что здесь я часто вижу и встречаюсь с той проблемой, что всё классно, висит ночник, тёплый свет, всё, вот эти моменты учтены, но ребёнок самостоятельно не может включить бра или ночник и не может его также самостоятельно выключить, для этого ему приходится прям вставать, подниматься, куда-то там лезть, чтобы это всё сделать и выключить. Это должно быть, вот он лежит, чувствует, что засыпает, оп, выключил. Вот это самый оптимальный вариант. Если у вас предусмотрены там бра, то делайте выключатели рядом, рядом вот с изголовьем. чтобы ребёнок легко дотянулся и выключил. Игровая зона. Тут всё просто, да, мягкий свет, но здесь важно, чтобы свет не бил в глаза ребёнку. То есть учитывайте и покупайте, проектировать, делать такой свет, при котором он классно подсвечивает игровую зону, но чтобы свет не бил в глаза ребёнку. Что ещё по поводу потолочного освещения. Потолочное освещение должно быть равномерным. Чтобы в детске не было тёмных углов, можно разные варианты придумать, но если вы вешаете в центре люстру, то обращайте внимание, чтобы у вас весь потолок был освещаемый, а не так, что у вас какие-то углы. Это вот особенно частая проблема, когда у вас помещение неправильной формы, то там очень часто возникают затемнённые углы. Вот так лучше не делать. Ваша комната, детская комната должна быть освещена полностью. Для этого я написала о том, что можно использовать треки, световые линии какие-то делать. Я очень люблю парящий потолок. Очень люблю парящий потолок. Его можно использовать как раз и в вечернее время уже как ну не то чтобы ночник, ну вот включать, он уже так мягкий, рассеивающий вот этот цвет создаёт и уже соответственно настроение создаёт ребёнку, что пора, пора, скоро уже пора укладываться спать. Поэтому вот парящий потолок с теневым профилем можно, обратите на него внимание, если вы ещё не использовали его в детстве, он очень классно делает своё дело. Так, ну это фотография, это я небольшую подворочку сделала по поводу освещения. Вот первая фотография, это как раз я показываю по поводу парящего потолка с теневым профилем. Если у вас есть люстра, то в общем-то можно ещё использовать и споты, чтобы полностью равномерно освещать вашу комнату. обязательно бражки около спального места. Ну и вообще вот такие вот, где нижняя фотография с колыбелькой. Вот этот вот ночник, вообще очень много сейчас, много классных таких вещей. Вот такие ночнички использовать можно, да, как и декор, да, такой некий. И в общем-то это всё очень легко демонтируется. то есть там, когда ваш ребёнок подрастёт, конечно, ему такой ночник, наверное, уже, ну как бы, в общем-то, не совсем будет актуален. Но это всё легко демонтируется. И на это место можно повесить совершенно другой уже под вкус вашего подростка, ребёнка-подростка, да, светильник. Размещение стола в детской комнате. тоже вот на мой взгляд раньше я считала, что прям элементарное правило, но опять же многие это не соблюдают. Идеальным расположением вашего стола должно быть это стол для правшей, если ваш ребёнок правша, должен стоять левой стороной к окну. То есть это вот третий слайд. Вот это самое идеальное расположение. И здесь вот тоже обратите внимание, настольная лампа с левой стороны. В том случае, если ваш ребёнок правша. Если ваш ребёнок левша, то соответственно с точностью наоборот. Я не против размещения стола 5 минут, да, да, 5 минут, а у меня ещё всё немножко побыстрее делаем. Я не против стола у окна, потому что много естественного света, особенно в летний период времени, да, это постоянно ребёнок занимается с естественным цветом, что, в общем-то, здорово, классно. И плюс ко всему он не смотрит в стенку, в общем-то, тоже замечательно, но есть категория детей, которым это прямо-прямо противопоказано. Если ваш ребёнок неусидчивый, если ваш ребёнок любит отвлекаться на что-то, ещё что-то, то, наверное, это противопоказано, потому что ребёнок ваш будет ещё сильнее отвлекаться уже на проходящих там на улице детей, людей и так далее. Декор. Декор нам даёт возможность быстро изменить комнату. Об этом я говорила, говорю и буду говорить. То есть вот декором можно создать любое настроение в комнате. Декором можно создать любую стилистику, любое вообще цветовое восприятие ребёнка. И что самое классное, что легко и быстро декором можно полностью изменить вашу детскую комнату. Поэтому у нас сейчас в наше время очень много разного интересного декора. Используйте его. То есть будь то мои дети очень любят кресло-мешки. То есть они их используют вообще у нас три кресла-мешка. То есть у каждого. Потому что когда я приобрела одно кресло, это была прям драчка-собачка за них. Поэтому кресло-мешки это прям классная вещь, я считаю, в детской. Мои дети используют его вообще прям и в играх, и при чтении, и порой даже засыпают на нём, на этом кресле. В общем, я рекомендую. Подвесные кресла. Подвесные кресла это, конечно, если у вас позволяет ваша площадь использовать подвесные кресла. Ну, в общем-то, тоже, да, интересная штука, детям нравится. Вигвамы. Нравятся вигвамы, нравятся палатки, но если этого нет, то, в общем-то, я считаю, что и не надо, потому что ребёнок может самостоятельно себе, вот как я говорила, из палки, из, я не знаю, из какого-нибудь покрывала соорудить себе здоровскую палатку. И здесь будет его воображение работать на все 100%. Грифельная стена. Грифельная стена под вопросом. Я раньше любила грифельную стену, недолго, пока не увидела результат этого всего. Это классно первую, наверное, неделю, когда грифельная стена чёрненькая, классная, на ней здорово писать, но со временем грифельная стена становится такая замусоленная, не то чёрная, не то серая. Поэтому я, наверное, больше рекомендую купить отдельную грифельную доску и смонтировать её на стену, как вот здесь я показала на фотографии, или на участок мебели. И тогда можно делать не чёрную. Можно, можно делать не чёрную, но всё равно разводы остаются. Не всегда дети, да и взрослые, в общем-то, будут прям пристально уделять этому внимание и прям вытирать-втирать. Грифельные краски. Да, есть понятие минимальной площади детской комнаты для дошкольника. А, это вопрос. Есть понятие минимальной площади детской комнаты для школьника. Понятие? Да нет такого понятия. Самое главное, чтобы даже в маленьком пространстве дошкольника, самое главное, чтобы вы расставили, спроектировали мебель таким образом, чтобы у него оставалось место для игр, для его развития. То есть, если у вас дошкольник, я не знаю, ну, вот прям насколько вы имеете в виду мало? 7 квадратных метров, наверное, я скажу, это мало. 10 квадратных метров, вообще, вполне возможно сделать на 10 квадратных метрах нормальную детскую комнату. 12 норм, вообще норм, можно сделать, но спроектируйте это так, чтобы у него оставалась игральная зона, обязательно, вот чтобы вот эта зона, причем она была такая, чтобы можно было там, понимаете, и сделать эту, как называют, господи, извините, поезд, да, запустить там, и какой-нибудь трек поставить, или если это девочка, прям вот там вот соорудить, ну, то есть, чтобы это было пространство, игровая зона, чтобы у него оставалась у ребенка, а не нагромозить все это мебелью. Так, шведская стенка. Шведская стенка, вот я чаще всего сталкиваюсь реально с двумя мнениями, или некоторые, или одни говорят, что ни в коем случае, или другие, прям вот сто процентов, да, делай. То есть, вот я пока не встречала там какой-то нейтральной позиции относительно шведской стенки, но сейчас делают шведские стенки разные, классные, их можно прям интегрировать в интерьер, в общем-то, это не будет смотреться как-то прям ужас-ужас. Что касается размеров детской комнаты, она не должна иметь площадь менее шести квадратных метров, и площадь 10-12 для одного ребенка будет оптимальна. Да, полностью согласна, да, именно так. Декор на стенах. Ну, это я уже вам привела в пример, что, в общем-то, можно, когда ребенок маленький, выделять какие-то клочочки, скажем так, стены, для того, чтобы с ним вместе и порисовать, и чтобы он там делал какие-то наклейки, да, и, в общем-то, можно использовать даже какие-то бумажные аппликации, и это будет здорово, классно смотреться. А самое главное, это будет легко демонтироваться. так, мебель. Евгений, еще пять минут у меня есть или все прям? А то я хотела еще здесь кое-что важное сказать. Так, пока Евгений молчит. Ну, про мебель самое главное, чтобы, вот я говорила, она была лаконичная, потому что если вы купите ярко-красную там, или ярко-розовую кровать, да, ребенок может очень быстро от нее устать, и ребенок с удовольствием не будет спать в шесть лет, но уже мне с таким удовольствием в одиннадцать. Вот, поэтому я за то, чтобы брать все-таки мебель тоже нейтральных оттенков, чтобы с помощью декора можно было ее использовать в разном возрасте, скажем так. Вот, особое внимание я хотела бы, чтобы вы уделили технике безопасности в детской комнате. Это вообще элементарные правила, которые, я считаю, должны все вообще вот не упускать из вида. Это, конечно же, розетки. Я предпочитаю использовать с защитными шторками розетки. Обязательно обращать внимание, чтобы у вас комоды, шкафы, все это было прикреплено к стене, потому что очень много случаев, когда дети просто переворачивают это на себя. Окна. Очень многие слышат о том, что окна должны быть защитой, но при этом начинают об этом вспоминать, когда уже прям жареным запахом, скажем так. Поэтому вот прям при проектировании детской, сразу, когда вы приобретаете все это и делаете ремонт, сразу же делайте и ставьте защиту на окна. Это очень-очень важно. И старайтесь не размещать в детских комнатах светильники с плафонами из крупного стекла, чтобы вашим детям потом, чтобы вы потом не кричали на ваших детей, что они разбили очередную люстру. То есть используйте все-таки светильники с ударопрочными материалами. И еще хотела бы сказать, что самое главное ребенку должно находиться в своей комнате. Можно ручку поменять, замком поставить, если стеклопакеты уже есть. Да, у него вообще очень много разных способов. Можно повесить и не то, что ручку поставить, можно просто повесить такие замочки, они в Леруа продаются, стоят вообще какие-то копейки. Все это делается и очень крепко держится. Я самостоятельно это делала в свое время, поэтому вообще элементарно. Самое главное, ребенку должно находиться в своей комнате комфортно, поэтому по возможности всегда прислушивайтесь к вашим детям, наблюдайте за ними, чтобы им нравилось, что вообще им нравится делать, больше или меньше степени, и вот таким образом вам удастся создать классный и подходящий именно для вашего ребенка интерьер. Так, смотрите, друзья, это мои контакты. Вообще поставьте, пожалуйста, плюсик, если кто-то для себя что-то новое услышал. подписывайтесь на меня в соцсетях, если вам интересна и нужна моя презентация, могу ее вам скинуть, в соцсетях пишите «хочу презентацию», я вам ее с радостью с вами поделюсь, если меня смотрят сейчас конечный наш клиент покупатель, то обращайтесь за моей консультацией, консультация для конечного клиента сейчас бесплатная, также я делаю аудиты чужих дизайн проектов, поэтому дизайнеры начинающие обращайтесь, буду в общем-то рада вам помочь. И еще хочу сказать, да, обращайтесь, вот, пишите здесь. И вообще все мы большие молодцы, что нашли время в эту пятницу, вы большие молодцы, что нашли время в эту пятницу, уделили себе время, получили какие-то новые знания, вы делаете все правильно, эти знания вы получаете в том месте, где вы получите правильные знания. Так, что сказать?